Всем привет! Вы на канале Готовим для души. Сегодня будем готовить с вами трехслойный, потрясающе вкусный торт. Первым делом испечем бисквит. Я делаю его на двух яйцах с добавлением 70 граммов сахара. Также добавляю ванильный сахар 10 грамм. Взбиваю на высокой скорости около 7 минут. Спустя 7 минут яйца выглядят вот так, пышная белая масса. Просеиваем сюда муку вместе с разрыхлителем и аккуратно замешиваем тесто. Тем временем у нас уже должна быть подготовлена форма для выпечки, я ее выстилаю пергаментом. Также у меня разогревается духовка до 180 градусов. В тесто я также добавляю цедру одного среднего апельсина. Вот такое красивое тесто должно получиться. Сейчас мы будем выливать его в форму и выпекать. У меня форма диаметром 24 сантиметра. Выстилаю ее пергаментом, также немного смазываю маслом. Разравниваем тесто по дну формы. Я даю ему просто стечь. Можно разровнять также с помощью лопатки, но как по мне, так получается более равномерно и более эффективно. Вот в таком виде отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекать будем около 5-7 минут. Зависит от вашей духовки. Вот таким получился наш бисквит. Сейчас оставляем его до полного остывания. Первым делом я замочила желатин. Для муссового слоя я буду взбивать сливки. У меня жирность 18%, но в идеале здесь должно быть 33%. Просто так получается дешевле, поэтому пытаемся немного сэкономить. Когда сливки становятся заметно пышными, добавляю сахар, а также ванильный сахар. Набухший желатин буду растапливать на водяной бане. Нужно, чтобы он стал таким жиденьким, который можно будет влить дальше в сливочный слой. Но следим за тем, чтобы желатин не кипел. Снимаю желатин с водяной бани. Дадим ему остыть. Тем временем белки превратились в вот такую более воздушную массу, но поскольку они у меня не 33% жирности, они у меня не будут муссом, но все-таки станут воздушными. Сейчас сюда будем добавлять желатин, но он должен быть уже хорошо остывшим. Примерно такой же температуры, как и взбитые сливки. Сливки можно попробовать на сладость, но я думаю, что сахара здесь вполне достаточно. А далее тонкой струйкой добавляем желатин. Будем собирать торт. Я перестелила дно новым пергаментом, поставила сюда тот же бисквит. Его нужно пропитать. Для этого я смешала воду, лимонный сок и немного сахара. И сейчас пропитываю корж. И сразу будем выливать сюда сливочный слой. Я сначала хотела сделать первым апельсиновый слой, но все-таки как-то подумала, решила сделать апельсиновый слой сверху. Так что у нас будет бисквит, сливочный слой и апельсиновое желе. Сейчас ставим сразу в холодильник, поскольку здесь у нас все уже остывшее, и дождемся полного застывания. Готовим апельсиновое желе для торта. Первым делом я замочила желатин, а сейчас буду делать апельсиновый сок. Я буду для этого использовать мясорубку, но если у вас есть соковыжималка, прекрасно. Добываем сок, как кому удобнее. Для торта я буду использовать только апельсиновый сок, а все вот эти вот отжимки оставлю, например, для заваривания в чай или что-то подобное. В идеале, конечно, взять марлю и хорошенько отжать, если у вас также нет соковыжималки. Ну, в общем, это не проблема. Вот столько в итоге сока у меня получилось. Чистого сока у меня вышло около 300 миллилитров. Сейчас ставлю его на огонь, буду подогревать и уже непосредственно в подогретый добавлю желатин. Также можно попробовать и, если вам не сладко, добавляем сахар. Я добавлю 2 столовые ложки сахара, это около 50 грамм. Кипятить мы сок не будем, только растворим сахар и также сделаем его горячим настолько, чтобы растворился желатин. Для этого торта можно также использовать любой другой сок, можно даже магазинный, но, естественно, вкус будет не тот. Сахар уже хорошо растворился, я добавляю дальше желатин. Сейчас уже можно полностью выключить, в любом случае желатин нельзя кипятить. Ну и сок также, чтобы не потерял свои свойства, доводить до кипения не будем. У меня он достаточно горячий, желатин хорошо растворяется. Переливаю апельсиновое желе в другую посуду, чтобы лучше остывало и также еще раз процеживаю. Сейчас даем ему остыть, можно даже довести немного его до легкого загустения, а позже будем выливать на бисквит. Когда сливочный слой хорошо застыл, постепенно выливаем апельсиновое желе сверху. Я подставляю ложку, чтобы не было лишнего давления на сливки. В таком виде снова отправляем в холодильник. Придется подождать несколько часов, пока апельсиновый слой застынет. Торт получился очень нежным, сладким, вкусным. Все слои прекрасно сочетаются. Я притрушу его шоколадом, но и без того он невероятно вкусный. Рекомендую попробовать. Желаю всем приятного аппетита и до скорых встреч на канале Готовим для души.